здрасте господа начинаем сегодняшнее вечернее занятие посвященной эзотерике как всегда по пятницам и сегодня у нас 1 сентября 2023 года меня зовут андрей андреевич дуйко и начнем очень часто я выхожу с трансляциями с целью помочь вам помочь вам и ответить на ваши вопросы наверное где-то посоветовать что-либо целью моей является бескорыстная помощь и хотел бы вам сказать несколько слов о том что в тот момент когда вы хотите чтобы я ответил вместо вас на вопросы жить с мужчиной или не жить нужно вам там сказать нет или не нужно задайте себе вопрос кто должен принимать вместо вас такие решения я не имею права давать решение жить вам с мужем или нет уйти от человека или жить с ним я не имею права этого делать поэтому пожалуйста мои хорошие случае если у вас возникли такие вопросы то просто себе ответьте вы страдаете от того что вы живете с этим человеком или будете страдать от того что вы с ним разойдетесь взвесьте все за и против случае если ваша душа страдает если вы очень сильно страдаете от того что находитесь рядом с этим человеком то не держитесь не за деньги ни за пипетку ни за что то есть не за морковку а держитесь только за свою душу если она страдает не может никак выжить если вы очень мучаетесь от этого не глядя собирайтесь и переезжайте лучше жить в будке собачьей но счастливой чем жить как попало в богатстве но каждый день выслушивать о себе и страдать рядом с человеком которого не любите и так сначала я отвечу на ваши вопросы быстренько огромное спасибо за то что вы участвуете и делаете пожертвования я так понял это вы меня поздравляете с первым сентябрем спасибо и так екатерина черношейкина сердечко спасибо александр здрасте народ инды и все присутствующие с праздником днем знаний рад присутствовать на данном семинаре получать полезную информацию знаю спасибо и на им здравствуйте проходила все бесплатные ступени хочу все освежить узнать новое и зачем вы написали хотите проходите еще раз жакцу гул жаким бекова здрасте уважаемый андрей дыш низкий поклон за знание сегодня у меня день рождения поздравлю хи скажите будут ли изменения в моей жизни будут изменения в вашей жизни вам необходимо больше решительности меньше страхов больше выдоха меньше вдоха вы устали и вам нужно перейти на новый режим и вам нужно очень много энергии бегите старайтесь торопитесь неля бармина добрый вечер андрей андреевич спасибо за знание подскажите получится у меня запустить трех людей в свой бизнес неля бармина у вас основная проблема это ваш страх а решение вашей проблемы заключается в том чтобы вы взяли этих трех людей из своих родственников с которым вы боитесь обращаться я не знаю найдите своих родственников посмотрите самых близких родственников убедите что вы должны это делать и вот с ними начните а так так если страх не преодолеть если вы ищете чужих людей то шансов нет венера алики людмила заботская витамина ремни тайна дуйков мой спасибо за поддержку так 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 куда улетела куда улетела а ответил вера аликеева андрей андреевич и все участники добрый вечер здрасте ждем из армении я не собирался в армению но возможно сай рельсо здравствуйте андрей андрей что вы думаете о дольменах действительно ли это место силы как говорят я считаю что местом силы является то место где человек испытывает состояние усталости случае если где-либо по лесу вы гуляете в случае если где-либо вы находитесь и в определенном месте чувствуете очень большую усталость то сядьте в этом месте и помедитируйте так вы возьмете силу дальнейшем вы будете проходить такие места и люди рядом с вами будут чувствовать усталость а вы будете чувствовать силу таких мест мало на земле но они существуют это всевозможное вот в храме анкарват было такое место в молельнях это определенные такие вот места люди почему-то думают что место силы это место которое невероятной красоты ли не имеет невероятную красоту я хочу сказать что место силы это самые некрасивые места где деревья не растут где очень плохо это знаете как стать сильным человеком поднимаясь в гору обретете ли вы силу конечно какая сила у вас будет вы станете спокойным сосредоточенным и так далее можно ли спускаясь с горы обрести силу но спускаясь с горы возможно но не так как поднимаясь в гору понимаете о чем я говорю находясь каждый день в горячим в очень горячем месте каком-либо вы дальнейшем обретете силу и адаптацию к тому чтобы не потеть в таком месте вам будет привычно я когда-то видел как женщина из вьетнама или из индии она пекла блины какие-то и руками их переворачивала при этом когда она принесла и положила мне на тарелку я промечива хотел взять этот блин и обжег руку и думаю как же она это руками вот так переворачивает и так далее она обрела силу это паранормальная способность опускать пальцы в кипящее масло у меня такой силы нет как она обрела теперь вы знаете ответ дольмены нет я не считаю что там где дольмены есть какая-либо сила валентина голова добрый вечер здрасте венера аликеева здрасте еще раз здрасте здрасте андрей андреевич отчим потерял крупную сумму денег где их искать или уже украли ну вы даете нет нет не ищите и не потерял ну зачем вы меня настраиваете себя настраиваете против отчима что с вами скажите пожалуйста вам то чё вам так какое дело потерял и потерял это были его деньги вы каким боком к этим деньгам здрасте уважаемый андрей андреевич какое имеет значение ношение колец на пальцах ног у женщины большое спасибо если женщина носит драгоценности на ногах то ее не сможет соблазнить чужой мужчина это проверено индии существует целый ряд индийских эзотерических практик случае если очень часто на женщин можно влиять влияя конкретно на ее ноги особенно на стопы на пальчики там след снять и так далее если носить на пальцах ног украшения то женщину такую соблазнить или совратить используя магию невозможно бывает ли такая магия да у меня есть история обратилась ко мне семья и муж говорит вот я про жена попросилась поехать в турцию во время вот войны и уехала в турцию с ребенком поотдыхала там а потом когда приехал не в турцию в дубай а потом когда приехала то начала себя вести ужасно то есть все время плачет все время сидит в телефоне закрывается в туалете орет ночью не спит и схудала по ночам чуть ли не воет и потом он говорит ну что ж с тобой 6 оксана что с тобой оксана что с тобой оксана оксана ему отвечает я не могу обожаю мухаммеда и тогда но нашел он этого мухаммеда созвонился этот мухаммед говорит я и моя семья с утра до ночи делаем все для того чтобы твоя жена приехала и жила со мной а хочешь ее вернуть заплати нам дальше сумма определенная как на нее воздействовали на нее воздействовали конкретно через ноги определенным образом то есть она поносила тапочки эти тапочки забрали после этого с этими тапочками что-то сделали эти тапочки вернули это возможно было или там еда она ела еду на тарелочке после этого эту еду можно забрать после этого эту еду сложить в кулечек повесить над огнем произносить определенные аяты там о том как душа засохнет и так далее и это все вот приводило к тому что вот у нее такое хорошо что обратились ко мне когда провел обряд который называется обрядом очищения человека от влияния то у нее появилась со второго дня на говорит как наваждение как пелена упала да что же это было такое тогда то есть видите чудеса оказывается имеют место быть так что носите на ногах если вы молодая красивая женщина виктория жога с днем знаний всех спасибо бабуся спасибо за знание скажите я поеду на учебу в швейцарию в октябре нет и горе богачу ура великому учителю здрасте спасибо великий учитель это приятно вера вы вечер добрый андрей андреевич огромное спасибо за доброту и заботу спасибо елизавета здрасте здрасте калима биозитова здрасте дорогой андрей андрей спасибо огромное за вашу добра ну хорошо с днем знаний с днем зданий першим днем осени спасибо добрый вечер кайлас всем всем добрый вечер всех с праздником всех с праздником дальше с днем знаний с днем знаний Добрый вечер всем, всем добрый вечер. Так много доброго вечера великому учителю и так далее. Скажите, пожалуйста, будет ли моя старшая дочь Аня учиться в университете? Когда увеличится мое материальное благополучие? Увеличится ваше материальное благополучие, когда вы станете более тепло относиться к себе и более тепло относиться к тем, кто находится рядом с вами. Начните обожать мальчиков, которые с вами живут, и бабушек, и там всех остальных, и начните обожать себя. Так и говорите себе в зеркале, ты моя зайка, ты моя хорошая, ты моя красавица, и мужчин, которые рядом с вами находятся. Это эзотерически повлияет и прорвет вашу вот эту страшнейшую плотину. Счастье, счастье, радость, радость. Это мои слова. Алла Малинина, спасибо за знание, вы молодец, желаю счастья. Принимаю. Скажите, пожалуйста, стоит ли мне покупать дом в Алма-Аты или нет? Спрашивает Лариса Подвигина. Очень хорошо вам будет в этом доме. Увеличится материальное благополучие, полюбите себя, вы на правильном пути находитесь. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Закончатся ли мои проблемы с законом? В ближайшее время уже полгода меня душит налога, вот хотят разобрать уголовное дело, возбудят ли. Нет, вам повезет, и скорее всего вы сможете решить. Марий Капирус. Добрый вечер, бажаю всем счастья, отримати духовное имя. Потребно мені написати до моего телеграм-каналу. І я вам відповім. Алексей Босевской. Здравствуйте, мне предложили работу на кондиционерах, но ставка маловато. Стоит ли туда идти? Неожиданно предложили эту работу. Спасибо большое. Такая работа будет. Много работать придется. И будет семья недовольна. А деньги будут небольшие. Нет, скорее всего, если рассматривать все, то скорее всего не нужно. Дальше Акша. Сегодня поругалась с дочерью, теперь мне плохо. Наверное, они права, но просто не знаю, как ей помочь. Проявите к ней невероятное тепло. Постарайтесь как можно теплее к ней. Сейчас, сегодня и завтра произойдет ряд таких случаев, которые вас примерят. Не переживайте. Главное, относитесь к теплу. Это не сильно страшно, то, что вы поругались. Это две девочки, знаете, устали, хотят друг другу любви. Знаете, почему люди вообще ругаются? Люди ругаются, это связано с тем, что во время того, когда они ругаются, почему ребенок кричит, он хочет внимания? Почему друг на друга кричит? То есть один хочет внимания, и другой хочет внимания. Почему человек жалуется, человек говорит, вот у меня болит там-то и там-то. А может и не болит, а зачем тогда говорит? Говорит для того, чтобы его пожалели. Тогда что он хочет? Он любви хочет, чтобы проявил кто-то по отношению к нему не просто слова, а действия. Погладил, сказал, там, пирожок им приготовил, там, по головке погладил, прижал к себе и так далее. Я обычно делаю так. Если я вижу, что кто-то болеет, я обычно прихожу и начинаю гладить. Дочь заболела, я сел, ее по ножке начал гладить. Я говорю, ты мой зайчик, ты моя золотая, ты моя ласточка. Как дела? Ты моя ласточка. Ну и так далее. И все, это лечит. Очень хотелось бы сегодня посвятить... Ага, так плохо слышно, да? А что же вы молчите? И что, слышно было? Вот это да. Так что вы ничего не слышали. Половину уже вебинара прошло, а вы все еще, наверное, не слышали. Я тут распинаюсь, распинаюсь. Аленушка Ир, добрый вечер, Андрей Андреевич. Что лучше для нас, оставаться этот год с детьми до окончания войны в Германии из-за безопасности? Скоро 16 лет. Или приехать в Киев лучше? В Киев лучше приехать. Лучше в Киеве будет. Юлия Руденко, здрасте. Будем ли мы дальше вместе? Ну, началось. Ну, началось. Будете дальше вместе. Гуля. Отлично слышно, хорошо. Ну что, есть очень много информации, сейчас гуляя по всевозможным истокам этого бесконечного поля информационного, наблюдая за прогрессом и прогрессом всевозможных учителей, я могу сказать, что есть очень большое количество всевозможной информации. Она может быть более такая толковая, может быть бестолковая. Есть очень много людей, которые занимаются и которые преподают саморазвитие, эзотерику, философию, психологию. Есть коучинг, те, кто занимаются коучингом, пытаются помогать людям. Это, несомненно, все восхитительно. Такое большое количество информации есть. Я начал смотреть на некоторых людей, которые считают, что за счет того, что они поливают грязью кого-то, можно самому стать знаменитым человеком и быть успешным в каком-либо образе. Я хочу сказать, что это тупиковый путь. Человеку необходимо строить самого себя. А сегодня я бы хотел начать цикл вот таких лекций. Сегодняшняя лекция будет одной из интересных лекций. Я бы сегодня хотел поговорить вот о чем. Есть много информации, но нет конкретики. То есть очень много людей говорит как бы, говорит завуалированно, говорит еще как-либо. Я же для себя поставил цель открывать для людей информацию и делая так, чтобы эта информация была в большом количестве. Когда-то я подготовил семинар, который связан был у меня с ведической культурой, с самими ведами. И сегодня я бы хотел вам дать 300 всевозможных мантр, советов, которые помогут вам в дальнейшем справиться с всевозможными элементами в вашей жизни. Это своего рода мантры. Это своего рода необычные высказывания. Это то, чему может научить нас ведом. Вообще хочу сказать, что славянских всевозможных вед не бывает. Почему ведическая культура, это культура, которая осознанно, которая, вернее, представляет из себя ряд книг. И эти книги это Риг, Веда, и там их достаточно очень большое количество. Сегодня я об этом буду рассказывать. Ведическая литература обладает богатством, мудростью, философией, духовными знаниями. И насчитывает более, наверное, 11 тысяч всевозможных рукописей. Давайте об этом поговорим. Также я хочу быть сегодня интересным. И мне бы хотелось дать вам огромное количество такой очень необычной информации, которую, скорее всего, вы никогда не подчеркнете в том виде, в котором я ее дал. Так я буду периодически давать во время вот таких вебинаров очень полезную информацию. Возможно, кому-то полезную, возможно, кому-то не полезную. Также хочу сказать, что мое мнение заключается в том, что славянской или какой-либо другой ведической культуры не бывает. Почему? Потому что веды — это книги, которые написаны 11 тысяч лет назад и позже, и в них нет ни одного упоминания ни о РФ, ни о Руси, ни о чем-либо еще. И я хочу сказать, что это исключительно литература, которая связана с познанием человека и мира. И очень часто человек не может понять, каким образом ему коммуницировать с этим миром. Так вот, ведическая культура или веды, они способны открыть большое количество истин человеку, если человек знает, каким образом ее воспринимать. Я для себя и для вас выписал определенные слова из этих разных книг. Я являюсь коллекционером этих книг. У меня есть практически все переводы, практически всех этих сборников. Есть на английском, на немецком языке, есть на испанском языке. Есть книги, которые были куплены мной в Индии. И могу сказать, что подбор моей информации мной был эмпирический. То есть я не старался специально для вас что-либо давать, а открывал книгу, выбирал одну-две строки и переходил к другой книге, выбирал одну-две строки. Я это условно назвал для себя мантрами. Хотя сами веды считают, что любой текст, который берется из этих вед, является на самом деле мандалой. Ну что ж, давайте несколько слов. Вригведа, это первая книга, которая была написана в 1700-1100 году до нашей эры, является одним из величайших индоарийских текстов и одним из древнейших религиозных текстов в мире. Это самая старая известная из четырех вед. Она состоит из мантры гимнов и поэтических текстов, посвященных богам, космосу, природе и ритуалам. Итак, я хочу вам сегодня дать 10 известных высказываний и мантр, которые есть в ригведах. Итак, первая мантра, она звучит так. Я сразу буду давать ее перевод и буду объяснять, что она обозначает. Звучит так. Агни марутах амам. Агни марутах амам. Агни это огонь, а марутам это ветер. Итак, огни марутах амам или огни марутам амам. Что это обозначает? Смотрите, звучит это буквально так или переводится условно. Буквально так. Поддержите меня огонь и ветер. Огонь в эзотерике или огонь вот в этой книге, он имеет мистическое значение. Мистическое значение огня. Вот смотрите, жизнь человека это жизнь человеческого огня. Когда человек живет, он фактически живет или вырабатывает огонь. Почему? Прикоснитесь к любому рожденному ребенку. Он какой? Теплый. А потом прикоснитесь к умершему человеку. Он какой? Холодный. Тогда что находится в человеке? В нем находится мистическое пламя. То есть по-другому называется мистическим огнем. Этот мистический огонь в этих книгах называется по-другому огни. Теперь вы знаете, что такое огни. Огни это мистический огонь, это жизнь человека. Поэтому они поклоняются вот этому мистическому огню. Чему они поклоняются? Своей жизни. А ветер что это такое? А ветер это событие жизни. Тогда когда говорят поддержите меня огонь и ветер, что обозначает это? Человек буквально просит, хочу жить дольше, хочу чтобы огонь у меня существовал, не хочу умирать. Именно такую мантру огни марутах амам. Хорошо читать людям, которые болеют, которые страдают от того, что они стареют. Это мантра молодости. Это мантра, которая дает силы чувствовать свою жизнь, силу ощущать свою жизнь, силу не болеть. Интересно вам это? Дальше вторая мантра из известных мантр. Ну вот так я сделаю, из ригведы. Почему известных? Потому что теперь я их вам дам и они будут известны. Почему? Ну потому что я сейчас эти все мантры вам подаю, а после этого после меня. И весь интернет зальется этими мантрами. Как в свое время с этой манипхадрой. Я мантру манипхадрой сделал видео в 2010 году. И прочитал эту мантру манипхадрой. Она до сих пор в очень плохом качестве, снятая на телефоне в Виннице, выложена. У нее несколько миллионов просмотров. До того, пока я ее выложил, мантру манипхадрой, ее никто не читал, ее никто не знал, никто не говорил никогда. При этом, когда я ее выложил, спустя несколько лет они начали говорить, там, правдина мантра манипхадры, там, и эти мантры, и так далее. То есть разные люди начали говорить, теперь я создам вот эти вот мантры, я о них сейчас скажу, потом их послушают и начнут продавать семинары. То есть вот 10 знаменитых мантр, 100 знаменитых мантр древней ведической культуры, которые дал Дуйко бесплатно. Поэтому смотрите Дуйко, мантры изучать легко, если преподает их вам Андрей Андреевич Дуйко. Так вот, следующая мантра. Звучит так. Матрам Ахнам Варунам. Матрам Ахнам Варунам. Что она обозначает? Она обозначает буквально следующие слова. Я являюсь частью высших сил. Зачем человеку являться частью высших сил? Дело в том, что вот такими словами, матрам Ахнам Варунам, начинаются практически все обряды, которые проводятся в Индии. В любом храме именно с этих слов начинаются все обряды. Почему? Человек является частью высших сил, потому что все в мире создано и является созданным по образу и подобию Божьему. Но не только по образу и подобию, а еще и является частью. Тогда для того, чтобы влиять на что-то, нужно стать частью чего-то. Почему я говорю, человек лечит другого человека? Стань частью этого человека. Каким образом? Пусть у тебя болит, как у него. Страдай, как он. Но лечи его добротой. Тогда вылечишь этого человека. Именно поэтому считается, что в случае, если человек произносит, я являюсь частью высших сил, то тогда высшие силы являются частью этого человека. И тогда высшие силы, целью которых является жить и получать удовольствие, объясняю почему. Вот смотрите, Бог, который находится в мире, или Бог, который живет, он не связан со временем. То есть он жил, живет и будет жить. Он вечен. Нуждается ли в чем-либо абсолютное существо, которое ни в чем не нуждается? Конечно, я уже сам ответил. Существо, которое живет вечно, конечно же, ни в чем не нуждается. Тогда зачем этому человеку, зачем Богу что-либо? Можно ответить так. Существо, которое ни в чем не нуждается, хочет получить чувство. Почему чувство? Потому что тело, как у человека, которое может получать удовольствие от того, что он ест, спит и так далее, нет. Потому что если было бы тело, то это существо уже бы погибло. А так оно безвременное. Поэтому это тело отсутствует. Поэтому такое существо, оно хочет только чувствовать. Оно имеет только чувство. Поэтому оно создает чувство или создает что-либо, чтобы почувствовать, что почувствовать. Наслаждение от того, что оно создает. И все. И больше ничего. То есть, а почему разрушает? Потому что это приносит ему не наслаждение. Поэтому для существа, которое живет вечно, все, что оно создает, создано для наслаждения. и это существо, которое это все создает, то есть Бог создает это для того, чтобы получать от этого удовольствие. Ну и тут такой вопрос, если человек говорит, я являюсь частью высших сил, или по-другому, Митрам, Ахнам, Варунам, то что он говорит? Я создан для того, чтобы радоваться, как Бог. Тогда Бог создал тебя для того, чтобы ты радовался. Поэтому если в вашей жизни нет радости, нет в вашей жизни счастья, нет в вашей жизни ощущения счастья, произносите Митрам, Ахнам, Варунам, или произносите даже на русском языке, я являюсь частью высших сил, может обратять на вас внимание. Можно ли это говорить по-другому? Дело в том, что эти слова или эти слога являются слогами скорее не связанными с какими-то словами, а связанными с определенными знаниями влияния определенных звуков. Так как этот язык является первоисточником или первым языком, то многие слова, которые находятся в таком языке, они связаны аббревиатурой с определенными чувствами. Допустим, в санскрите существует порядка, наверное, 30 слов, которые обозначают одно русское слово. Или одно слово на русском языке. Оно называется любить или любовь. У нас любить, 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 любить. У них, да нет, больше там. У них эти слова могут быть любовь к Богу, любовь к дедушке, любовь к ребенку, любовь к природе, любовь к листочку, любовь к ветру. Это разные слова. Есть такие гимны, по-моему, в тантре, камасутре. И там есть вот объяснение любви и любовь. Такая любовь к ноге, любовь к пальцу. Это все разные слова. Прям разные слова. Знаете, так интересно, любовь разные слова, а еда одна и та же. То есть это там чопрам масала, это карда масала, это кардамон масала, это там масала и так далее. То есть если еду рассматривать, то она вся масала. А если рассматривать любовь, то она бесконечно разная. Извините. Дальше. Итак, хочу напомнить, что я даю вам 10 самых известных, теперь будут известных мантр, которые я нашел в Ригведе. Следующая мантра. Гоагни-го, Гоагни-го. Это я вот так решил. Что она обозначает? Моя жизнь и мой внутренний огонь, исцели меня. Исцели и защити меня, мой внутренний огонь. Смотрите, человек говорит, мой огонь или моя жизнь, это священный символ. И моя жизнь, она свята. И к чему вы обращаетесь, когда говорите Гоагни-го? Вы говорите, защити меня, моя жизнь, помоги мне, моя жизнь, исцели меня, моя жизнь. Таким образом, человек, произнося Гоагни-го, Гоагни-го, он фактически, Гоагни-го, Гоагни-го, он фактически обращается к энергии агни, которая его исцелит, поможет ему быть здоровым, продлит ему жизнь. Красиво звучит Гоагни-го. Дальше сложное. Ом вайшванара ягнам аси. Ом вайшванара агнам аси. Что это обозначает? Звучит так. Это мистическая мантра, которая может помочь человеку ожить. Очень часто мы начинаем жить и нас уносит. То в прошлое уносит, то в будущее. Мы утром просыпаемся, нет сил, тело холодное, усталость бесконечная. А здесь говорится буквально так. Огонь или жизнь по-другому. Мы уже знаем, что огонь или агни, это жизнь человека. Огонь в моем теле живи. Вот так ее можно перевести. Здесь слово Накшатра Накшатра обозначает богиню, богиню, которая существует. Это богиня Накшатра и она является суженной агни. Смотрите, если агни это наша жизнь, то Накшатра обозначает наше тело, которое мы любим. Смотрите, объедини мое тело и объедини его с жизнью. Оживи мое тело. Именно так это и звучит. Агни Накшатра Дево. То есть Накшатра женщина. Почему женщина? Тело в индийской философии это женский орган. А жизнь, которая есть в человеке, это мужской орган. Поэтому, когда женский орган тела становится мужским органом, появляется, как ни странно, ряд мужских заболеваний. И поэтому есть приставка Деви. То есть здесь говорится Агни Накшатра Дево Девам Ври Шабха. То есть присутствуй, Агни, в теле этой красивой, миловидной женщины. И по-другому это звучит так. Огонь, создай мне потомство. Накорми меня. И по-другому еще звучит так. Огонь, войди в мое тело. Будь частью меня. Не покидай меня. Потому что моей жизни не нравится мое тело. Моей жизни не нравится, что я живу. Тело мое тоже без огня становится ненужным. Болезни, которые связаны с такой мантрой, они выглядят так. Женщина разочаровывается во внешнем виде. Постоянно там что-то болит. У мужчины живот растет. Нет ощущения жизни. Ощущение какого-то упадка. Знаете, ничего не хочется. Опускаются руки. И вот я специально такую мантру для вас дал. Она звучит так еще раз. Агни Накшатра Дево Девам. Ври Шабха. То есть Огонь, создай мне потомство, накорми. По-другому это пусть мое тело объединится и пусть возлюбленный Накшатри или возлюбленный моего тела, моя жизнь объединятся вновь. Пусть не обижается на старость моего тела божественный огонь. Почему человек решил, что Агни это Бог? Потому что Агни это то тепло, которое объяснить человеке невозможно. То есть невозможно объяснить, что такое Агни в человеке. А Агни есть та энергия, которая дается человеку Богом. Поэтому они решили придать ей такую форму молодого юноши, огненного юноши, который постоянно горит в теле человека. А женщина, из которой состоит человек и его тело, является той, кто любит. Когда они познакомились и только родились, то они друг друга обожали. Но из-за того, что тело стареет, то молодой Агни он никогда не стареет, потому что он всегда огонь. Он просто становится меньше и меньше, а тело становится взрослее и взрослее. И они между собой перестают. Молодой Агни хочет уже молодое тело, а стареющая наша, стареющая наша Накшатрадэва, она становится уже не такой миловидной и красивой. Ну и такой мантрой мы вновь их объединяем. Я считаю, удивительно. Красивая, потрясающая мантра. Артур Вильсон, какой семинар нужен, чтобы исцелять человека на расстоянии? Двухдневный семинар целительства или трехдневный? Он, я вам обещаю, вы будете самым успешным целителем на своем, в своем регионе. София Костецька, Андрей Андреевич отримала від вас посилочку с камінчиками бурштину, враждане до глубины души за подарунки. Вы неймоверный, довгих и счастливых років життя вам вашим рідным и вам. Дуже приятно. Ребята, давайте сейчас проголосуем. Если вы за то, чтобы я отвечал на ваши вопросы, поставьте плюсы. Если за то, чтобы я давал дальше эту информацию, поставьте минусы. Меня иногда заносит, я начинаю давать информацию, а может быть и не нужно. Слушайте, может быть нужно сделать этот семинар платным и не морочить себе голову. Жаль, конечно. Смотрите, если вы ставите минусы, тогда будьте добры, перестаньте писать вопросы. Они тогда неинтересны. Может получиться очень хороший семинар и вы просто тем, что даете вот эту информацию, там, Андрей Андреевич, там, выйду, не выйду, там и так далее. Давайте, это же день знаний сегодня, может быть очень интересно. Вот видите, как много людей хочет получить и как мало людей хочет знать о том, нужно ли финансовое становище усынив у ваших. Кому это нужно? минусов больше, чем плюсов. Поэтому, sorry, на вопросы отвечать не буду. Минусов больше. Ну и тогда я вот так это переведу сюда. Дальше. Огонь создай мне потомство и накорми. Вот так вот представляете своих детей, ставите руки и произносите. И это все будет кормить ваших детей, потомство создавать. Зачем вам будут или не будут? Сделайте, чтобы было. Дальше, следующая мантра. Твам агних ану, твам агитех. Твам агних ану, твам агитех. Часто так бывает, что у человека есть ощущение, что все разваливается. Болезни появляются, не везет в жизни и так далее. Существует везение. Это везение называется Адити. Это богиня неба и бесконечности. Она же еще и везение. И когда человек произносит Твам агних ану, твам агитех, то он где-то звучит, это где-то звучит так. Пусть во всем всегда будет порядок и везение. Везение в здоровье, везение в событиях, везение во всем. Твам агних ану, твам агитех. Дальше, следующая мантра. Агни праясва, агни праясва, веретранем. Звучит это буквально так. Огонь или агни, то есть по-другому жизнь, сияй, блести, будь сокровищем. Что оно даст? Создаст для вас известность и почет. Хотите быть известными? Хотите, чтобы у вас был почет в жизни? Читайте данную мантру. Агни праясва, веретранем. 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 Создайте известность и почет, пусть ваша жизнь сияет. Вы станете дорогим, нужным, красивым, счастливым, везучим, популярным Следующее. Хочу сказать, что это одни из самых древних. Им по полторы тысячи лет до нашей эры, плюс две тысячи лет нашей эры, получается им уже по три с половиной тысячи лет. И я могу сказать, что в свое время, да и сейчас они являются очень яркими и очень эффективными. Никто нигде никогда вам не даст такой информации. Слушайте, внимайте, пишите. Пусть будет первое сентября вот таким бонусным семинаром, который вам в жизни поможет. Это же бесплатно, друзья. Итак, следующее. Есть такие люди, я их называю грюмые. Им ничего в жизни не нравится. Они все время там, все время там, а это плохо, а это не нужно, а это да ну его в баню, а это да задолбал. И вот такие люди, они не получают наслаждения и не получают ощущений счастья. У нас есть один орган, который уникален. И этот орган называется глаз. А сама мантра, она посвящена божеству глаз. В случае, если у человека есть проблемы с тем, что он угрюмый, не видит радости жизни, у него появляется очень много заболеваний. А на первое место можно поставить психические заболевания. И данную мантру, ее можно условно перевести. На самом деле, когда я говорю перевести, то их перевести невозможно. Она имеет значение, ну вот вообще приблизительно так. Божество глаз и света играет для меня важную роль и так далее. На самом деле, она не имеет какой-то особой важной роли, но я считаю, что выглядит это так. Это как просьба, пусть мои глаза увидят прекрасное в Боге и все. Таким образом, а почему в Боге? Потому что люди, которые начинают болеть, они зацикливаются на себе. То есть я, имени меня, в честь меня, для меня я вижу, я слышу, я спасу. Почему психические болезни появляются? У человека появляется такое ощущение, что он вот живет и я спасу, я способен, я, а вот на меня влияют, у меня вот это, если я так сделаю, то тогда. То есть человек только на себе сосредоточен. Его больного психически человека ничего в жизни уже не беспокоит. Его беспокоят только влияют на него, не влияют. Может он спасти, не может. Как ему плохо, умрет он или не умрет. А как же все остальное? А как же остальной мир? А как же все вокруг? Таким образом, читается, что даже в эзотерике есть такое, я там давал семинар, называется «Проклятие. Порчи из глаза». Помните, я говорил, что если просматривать человека и у него в глазах как угольки горящие такие, огненные, то это говорит о том, что в человеке есть проклятие. И этот человек склонен испытывать ощущение переизбытка эгоизма личностного и страдания от этого внутреннего эго. То есть подселение по-другому. А человек, который живет обычной жизнью, он умудряется помимо себя или помимо концентрации на себя, на меня влияют, у меня это, я имя не меня, в честь меня, а эти мне не так сказали. Вот как это все начинается? Так, что делать? Я, наверное, умру. Для того, чтобы не умереть, нужно это так вокруг микробы, нужно убирать. Почему микробы? Потому что они на меня могут повлиять. То есть очень много я, очень много я. И только на меня влияют, только ко мне приходят, только я имя не меня, а еще у меня там инопланетян, лучший голос и начинается. То есть это все вот, на самом деле, психические заболевания, это заболевания внутренней выросшей мега концентрации на себе. Если бы люди, которые психически болеют, могли бы отвлечься от своего эго и начали бы говорить, что вот есть еще дерево, есть еще что-то, знаете, тогда было бы легче всем. И говорите, я не при чем, я не я, зачем я себе нужен. Ну и так, если данную мантру читать, тач, чакшур, дева, хитам, пурсам, твам, аси, ташкан, то человек избавится от психических заболеваний где-то и вылечит глаза. Дай увидеть глазами прекрасное в боге. Дальше, следующее. Парьян, твам, аси, савитур, адхварам. Что такое савитур? Смотрите, если агни это жизнь, которая живет в человеке, божественная, то савитур это божественная жизнь, которая живет вокруг человека. Савитур это тот огонь, который мы видим, когда начинается день и ночь. Савитур это жизнь, которая проходит перед нами, она тоже энергия. Смотрите, савитур это тепло. Когда человек просыпается и выходит к солнышку греться, то савитур его может согреть. Это по-другому то солнце, которое создается в внешних жизненных событиях. Когда человек обращается к савитуру, то он обращается к событиям внешним, которые происходят вне человека. Вот человек, когда произносит агни, то это божественный огонь, который в нем живет. Его жизнь. Когда человек произносит савитур, то он произносит тому миру, который может быть холодом. Ведь так если разобраться, то когда все шипят, ненавидят человека, то внешний мир что проявляет к этому человеку? Холод. А если человека за решетку посадили, то холод и голод. Если человек боится, то ему холодно. А тогда чего не хватает? Тогда внешний мир не дает этому человеку тепла. И в такой книге, которая называется Упанишада, мантры, из которой я вам даю, там было придумано еще одно божество. Оно называлось савитур или оно называлось Бог, проявленный в виде тепла внешних проявлений к человеку. То есть савитур это любовь Бога, проявленная через события мира. Таким образом, может быть, когда человека не любит никто, когда человеку все условия жизни плохие, то это говорит о том, что савитура мало. Потому что когда савитур светит в человека, когда у человека много огни своего внутреннего, когда огни дружит его с женщиной телом, то человеку хорошо живется, у него везде все хорошо. Поэтому решили создать некую такую систему и проявить это в виде такого слова савитур, по-русски солнце. Что такое? Что мы получаем из внешнего мира? Вам кажется, вы получаете материальное благополучие там или еще что-то? Нет, холод это плохие, холодные чувства по отношению к себе, а тепло это хорошие чувства. Именно поэтому савитуры обращения к нему это обращение к тому, чтобы получать теплые, хорошие чувства, которые проявлены по отношению к вам. Любовь, радость, желание гордиться вами, желание любить вас. Это все проявленные в вашу сторону, горячий и сияющий савитур. Помните мантру? О чем она говорит? Пусть огненная энергия внешних проявлений любит меня и создает для меня тепло. Но в случае, если рядом со мной находятся враги, то пусть спалит к чертовой матери этих врагов. Но здесь мантра другая. Проян, твам, аси савитур, адхварам. И обозначает. Пусть только тепло приходит в мою жизнь. То есть по-другому это звучит так. Вас постигли неудачи, вам везде не везет, все не нравится в вашей жизни. Читайте данную мантру. Проян, твам, аси савитур, адхварам. Проян, твам, аси савитур, адхварам. И эта мантра поможет вам быть тем человеком, которому этот мир наконец-то начнет давать прекрасные, или начнет для вас создавать исключительно прекрасные события. А вы еще не подписаны на мой канал? Очень зря. А в моем канале такое большое количество информации, связанной с эзотерикой, со всеми остальными идеями, которые могут существенно изменить жизнь человеку. И хорошо было бы, если бы вы подписались. Поэтому поставьте плюсик и подпишитесь. Ну что. И, наверное, еще одну мантру, которая была в первой книге, которая называлась «Ригведы». Еще одна мантра, она звучит так. Варуно огне девицит. Варуно огне девицит. Есть еще одна такая вещь. Это бог варун или бог варуна. Что такое варун или что такое варуна? Смотрите. События могут быть хорошими. Но даже в хороших событиях нужно, чтобы кто-то человека защищал. Чем защищал? Смотрите. Защищать и обижать доброго человека. Этим занимается бог, который называется богом справедливости. Или справедливость. Смотрите. Справедливость – это варун. И что мы теперь рассмотрели из первой книги, которая называется «Ригведы». Мы уже знаем, что существует агния. Это внутренний огонь человека, который живет и который является частью Бога. Существует савитур. Это события жизни, которые могут быть плохими и хорошими. И существует справедливость. И эта справедливость, она звучит как слог варуна. Поэтому, когда вы говорите варуна, вы говорите о справедливости. Почему? Мир полон несправедливости. И для того, чтобы справедливость восторжествовала, необходимо читать мантру «Варуно огне девицит». «Варуно огне девицит» или по-другому «Пусть защищают меня элемент справедливости». По-другому «Пусть огонь следит за порядком и справедливостью». И это даст вам возможность ощущать жизнь справедливость. Считайте, что вас обманули, накиданули, там еще что-то сделали. Можете читать данную мантру «Варуно огне девицит». Это мантра из Ригведы, 10-я, которую я сегодня бы хотел дать. Ну что, переходим ко второй книге. Она называется «Яджурведа». В этой виде сосредоточено множество ритуалов, обрядов, практических инструкций для проведения работы над собой. Ну и давайте я вам дам определенные мантры и объясню, что они обозначают. То есть у вас, по идее, на фоне той информации, которую я вам сегодня дал, уже есть идеи. То есть вы уже открыли для себя определенные знания, которые вам могут открытия создать. Когда вы читаете Блаватскую, и там сказано об «Агне», теперь вы понимаете, о чем она вообще говорит. Потому что до этого вообще не было понятно, что же она имеет в виду. То есть теперь вы знаете, что Савитур – это событие, тепло, которое проявляется в вашей жизни. А Варуна или Варуна – это то, что может создать для вас защиту путем справедливости. По-другому Бог справедливости. А Агни – это Бог вашей жизни, ваш внутренний огонь. Савитур – это внешние проявления по отношению к вам, всего мира, тепла или любви. И не любви, в случае, если такое есть. Итак, первое – это Агни Ме Дэвешу. Агни Ме Дэвешу. Это мантра обращения к своей жизни. И это выглядит так. Так человек рожден, что он часто не принимает себя. Вот начинается. Не тот нос, не та грудь. Не там родились, не такие родители. И человек начинает жить через призму обвинений. И эти плохие, эти плохие, как же жить, что делать, ненавижу, не люблю, сволочи, негодяи, а мама в школе и так далее. Но дело в том, что человек получил свою жизнь от Бога и к ней должен относиться как к божественному дару. Тогда, согласно книге Яджур-Веда, относиться к своей жизни как-либо плохо – это относиться плохо к Богу. Потому что нельзя ни в коем случае этого делать. Это как считается, что если человек плохо относится к своей жизни и к тем всем моментам, которые были в жизни, которые сейчас проходят, то это все приводит его к разрушению и к проклятию. И здесь говорится так. Буквально звучит так эта мантра, которая звучит так. Агни Ме Дэвешу звучит так. «Пусть само наличие моей жизни будет моей оплатой за мое счастье». «Прими мою жизнь в оплату моего счастья». «Огни Ме Дэвешу» – я считаю это ключевым словом вообще в этой книге. То есть человек обращается к своему огню или к своей жизни и говорит «пусть моя жизнь будет оплатой моего счастья». Поэтому это и есть, наверное, краеугольный камень человеческих невезений. Человек считает, что он просто так живет. Нет, вы живете, и ваша жизнь, она живет, и она для счастья создана. И это нужно просто понять, и нужно это принять. Вот если вы живете так, и у вас нет счастья ни в чем, то нужно себе начитать мантру «Огни Ме Дэвешу». Пусть это счастье в жизни появится. Каким образом? Пусть ваша жизнь принимает оплату в виде счастья. Тогда само наличие жизни будет формировать у вас состояние счастья. А ведь те люди, которые в свое время говорили «Андрей Дуйко, он гонит там пургу какую-то, его школа ни на чем не основана». Послушайте меня. Я хочу вам сказать, услышьте, моя школа основана на ведической культуре, на древней ведической культуре. Просто ее немногие понимают. Почему? От людей это скрыто. Почему? Не хотят, чтобы люди жили. А люди не хотят это видеть. А потому что те учителя, которые добились этого и были призваны тому, чтобы помогать людям, не хотят ни признавать, ни помогать. Ой, а что у нас там? Женя, идет у нас видео или остановилась? Ага, сори, сори. Хотел все десять книг, но только ко второй пришли. Итак, «Огни ме довешу», «Прими мою жизнь в оплату моего счастья». Следующее, очень известная, ее знают «Асатома садка моя» или по-другому «Асатома садга моя». Что обозначает она? Так уж бывает, что в человеке есть карма. Это карма прошлых жизней его родителей, его карма. И эта карма мешает человеку. Чем? У человека появляются грубые мысли, появляется подселение, когда человек начинает сам по себе материться, ругаться. Я не понимаю очень часто таких людей, что с вами происходит. Где вы это берете? Почему такая жестокость? Люди, мы люди. Вы что, забыли это? Мы люди, а человек, он отличается от животного тем, что он может быть добрым. Он может быть добрым, милосердным, он может помогать кому-то, любить кого-то. Что это такое? Как можно так искренне ненавидеть? Так много гадостей писать. Маты. Что с вами? Если бы я был богом, у людей не было бы шансов. Вообще никакого. Ладно. И что обозначает эта мантра? Асатома, садка моя. Звучит так. По моему мнению, она должна переводиться так, хотя перевод другой. Помоги избавиться от грубых мыслей и холода, страдания жизненного. То есть, если вы вульгарные, грубые, невежливые, лживые, там, если вы злобные, вредные, еще какие-то, читайте данную мантру. Асатома, садка моя. Или асатома, садка моя. Все равно, что так, что так. Она работает. Призывает к истине освобождению от невидения грубых мыслей и мата и в тьмы. Читайте ее. Я считаю, что это нужно тем людям, которые пишут гадости и маты. Как можно зайти на канал к человеку, который говорит о доброте, о любви и писать ему о том, что он какашка. Как не стыдно. Ай-яй-яй. Если я какашка, то... Ладно. Забыли. Итак, права мани суки штам. Итак, мантра. Права мани суки штам. Права и мани. Существует некая вода. Это вода, очищающая человека. От чего? От кармы, пава, мани. И мани это мудрость. Смотрите, вода мудрости защити. И выглядит мани это мудрость или сознание еще. Ага. Мани это сознание человека. И это выглядит приблизительно так. Очисти мой разум от негативного воздействия. Чьего негативного воздействия? Влияние. Интернета. Там чего-либо. То есть, если у вас есть ощущение, что помимо ваших мыслей есть чужие мысли. Если вы страдаете от того, что у вас появляются грубые мысли. Если вы не можете никак защитить свое сознание от этого, читайте мантру. Она состоит из двух слов. Пава, мани суки штам. Пава, мани суки штам. О, одна из известных. Я ее специально написал. Она звучит так. Ом шанти, шанти, шанти. И говорят, что шанти обозначает мир. Это неправда. Шанти обозначает доброту. И когда человек говорит, ом шанти, 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 то он говорит, я хочу быть добрым в своем сердце. Я хочу быть добрым к своему телу. Я хочу быть добрым ко всем абсолютно и ко всему, что происходит вокруг меня. И шанти это не мир. Шанти это доброта. Я хочу быть добрым внутри. Я хочу быть добрым к телу. Я хочу быть добрым к событиям. Поэтому, когда вы читаете ом шанти, 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 то ее нужно читать три раза. Почему? Она имеет три концепции. Проявление доброты к тем людям, которые живут рядом с вами. Проявление доброты к своему физическому телу. И проявление доброты к своим чувствам. Потому что очень часто, ой, я не такая, я неправильная. Будьте добрее к себе. Я ненавижу еще. Будьте добрее к ним. Они плохие, они еще какие-то. Будьте добрее. Если бы в мире все люди бы жили по принципу шанти, мир был бы другим. Мне непонятно, как в странах, в которых есть христианство, где одна из самых сильных заповедей звучит, как не убей, происходит то, что сейчас происходит. Не понимаю. Не понимаю. Когда батюшки призывают к убиению и благословляют на убиение, то эта религия не должна жить. Я не хочу, чтобы такая религия была. Мне она не нравится. Почему? Люди должны жить. Я врач. А врач всегда спасает людей. Я прожил всю свою жизнь для того, чтобы спасти людей. Чтобы направить, чтобы сделать их добрее и теплее. А это что такое? Оказывается, быть агрессивным, ненавидеть мир, это сейчас модно. Ну вот теперь определите, какой сейчас мир. Он деструктивный или в деструктивные времена мы живем, или все-таки в конструктивные времена. Дальше. Ма-ха-кас-чана-дурум. 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 Звучит так. Защити мою доброту от зла. То есть по-другому пусть война исчезнет. Итак, мантра от войны в семье, от войны в мире, от того, что вас там садят или еще что с вами делают. Звучит так. Ма-ха-кас-чана-дурум. Следующая. Это какая-то большая. Но все равно скажу. Ом-апо-джьоти-расом-ритам-брахма-пхур-пхувах-свара. Звучит так. Пусть всем хватает еды и света. И пусть всем хватает любви. То есть это мантра справедливости. Ее не буду читать еще раз. А еще раз. Какую-нибудь другую. Более короткую. Тач-шам-юор-абхи. Тач-шам-юор-абхи. Эта мантра призывает к согласию и гармонию между двумя аспектами жизни. Звучит это буквально так. Пусть зло будет справедливостью, пусть зло будет справедливостью, а добро наградой. Вы знаете, что зло в понятии индуизма является проявлением справедливости. Поэтому если кому-то плохо, то этот человек отдал долг. А если проявилось что-то хорошее, то этот человек получил награду за добро. Именно поэтому я часто говорю, и наша концепция школы даже основана на этом. Я часто говорю, ребята, будьте добрыми людьми. Проявляйте добро по отношению к близким. Будьте добрыми. Почему? Потому что ваше добро это награда. Ощущайте награду и принимайте. Тогда зла не будет. А если у вас есть добро, равняется зло. Таким образом можно написать, добро награда, а зло справедливость. Поэтому если человек добрый и проявляет свое добро, то тогда вокруг него всегда будет царствовать справедливость. И этого человека нельзя будет просто так обмануть, наказать, обидеть, забрать, ущемить. Потому что за него будут заступаться силы. Поэтому добро и есть самым мощным элементом, который защищает человека в этом мире. Добро и делает справедливость. Понятно? Чем белее белое, тем темнее черное. Но белое можно контролировать. Но когда человек проявляет зло и становится злым и делает это, то проявлением в его жизни несправедливости будет естественным. Тандемом и концепцией. Почему? Потому что справедливости не будет. Еще раз. Тач шам йор апхи. Пусть зло будет справедливостью, а добро наградой. Становитесь добрыми. Дальше. Одним словом мантра. Апардже. Апардже. Если вы... Я ее раньше давал. Их давал несколько. Это все мантры, которые взяты мной из Яджурведы. Это трявсык, припутав, кистеплово. И можно еще одно слово. Апардже. Это четвертый слог, который взят мной в виде мантры. Это аббревиатура определенной мантры. И звучит это буквально так. Я забываю все свои ошибки. Когда человек говорит, я и это помню, и это меня мешает, то он стареет и умирает. И есть слог такой. Апардже. Если вас мучает воспоминание, вы не можете с ними справиться бесконечно. Переживаете за что-то там. Плохо было, хорошо было. Вас это мучает. Хватит об этом думать. Недостаточно. Нужно отключить их. Каким образом? На вдохе и выдохе произносите слог Апардже, который взят из Ярджавы Веды. И поэтому прощайте себя за ошибки. Почему? Потому что ошибки, которые вы совершили, которые совершили с вами, они в прошлом. Их уже нет. Все, что в прошлом, нужно забыть. А если тянуть, то тогда прошлое становится обузой. И тогда, если прошлое становится обузой, то тогда и будущее будет обузой. Потому что это все есть одна жизнь. Если прошлое больно, то будущее тоже болеет. Поэтому в случае, если прошлого нет, то будущее не вспоминается. Оно просто строится ежедневно и создается. Поэтому если не помнить, то это дает возможности нового изменения. А если все время об этом думать, то это создает такие же повторяющиеся страдания. Пуруша суктам. Еще одна мантра. Пуруша суктам. Пуруша это связь. Это все, кто связывается. Когда человек произносит Пуруша суктам, это нужно произносить тем, кто не может жениться, обрести семью. Тем, у кого... Звучит это буквально так. Весь мир есть Бог. И во всем есть порядок Бога. И в случае, если у вас нет семьи, вы страдаете, это непорядок. Читайте Пуруша суктам. Если у вас есть какие-то проблемы с деньгами, и вы не радуетесь, а Бог создал человека радоваться, то это непорядок. Создать этот порядок поможет мантра Пуруша суктам. Пожалуйста, используйте. И асва-матха суктам. Эта мантра посвящена ритуалу, не скажу какому, символизирует благополучие. И просто, если у вас там недостаточно денег, везений и так далее, читайте асва-метха суктам. И это переводится или буквально работает так. Чем радостнее вы в жизни будете, тем счастливее от денег. Чем радостнее вы в жизни будете, тем больше у вас будет в жизни материального благополучия. Асва-метха суктам. Асва-метха суктам. Также есть еще книги Самоведа. Я выписал для себя 10 мантр Самоведы. Также я выписал Адхарваведа и написал 10 мантр Адхарваведы. Также я написал Упанишады и написал 10 мантр Упанишад. Также есть еще книги, которые называются... Сейчас, сейчас... Ох, как тебя много. Пураны. Это серия текстов, рассказывающих о мифологии. И дал еще 10 мантр вот по вот этим Пуранам. А также еще 10 мантр Махабхараты и 10 мантр Сутра Самхиты. Дальше. Яска Сутры, Абсамбхадхарма Сутры, Астра Шастры, Йога Сутры, Мамвасы Сутры, Брахма Сутры, Няа Сутры, Вайшишика Сутры, Грахья Сутры, Тханун Веды и так далее. Но, к сожалению, мы этого не получим, потому что вы в самом начале задавали мне вопросы. Но продолжим, скорее всего, потом. Итак, я сегодня вам дал 20 мантр. Это мантры из Ригведы, древних текстов, а также из второй книги, которая называется Яджурведа. Это были мантры, которые дают вам понимание того, как все-таки магически можно изменить свою судьбу и свою жизнь. Если вам понравится, я увижу много комментариев, то я обязательно продолжу данный семинар во время следующей пятницы. Он будет называться третья книга «Самоведы», а также я дам еще четвертую книгу «Адхарваведы», а также дам еще пятую «Панишады», дам еще шестую, а у «Панишады» самое интересное, которая называется «Пхагавадгита», объясню, что это такое, какие мантры есть в «Пхагавадгите». Также дам мантры из «Пуран», они самые мощные вообще, ну и так далее. Так, вот такой необычный получился у нас вебинарчик-чик. Ну и несколько, конечно, ответов. Степанчук Глазунова, Степанчук Глазунова, понятно. А, Света Парик, Света Парик Глазунова, ах ты ж красивое у вас имя. «Пятнышко на спинке у внучки исчезло и вылезло у меня на лбу. Удачи и процветания вам, обожаю вас». Ну и я, причем. «Доброго вечера, всем всегда приятно. Спасибо. Мастер, дорогой, может один эфир вопрос-ответ, а другой чисто знание. Дело в том, что просто вопрос-ответ мне неинтересен. Дело в том, что вопрос-ответ, он потом исчезнет, как песок. И такие вебинары, я их не люблю, потому что я понимаю, что они важны для вас, вопросы-ответы. Но они, там, расстанусь, приду и так далее, они не концептуальны, эти вопросы. Я вас понимаю. Дело в том, что это зря потраченное время. После того, когда этот вебинар выйдет, то его через три года, через пять лет никто не захочет ни смотреть, ни изучать, и нарезку даже не сделаешь, знаете, для того, чтобы хоть как-то это использовать. Кому потом интересно пересматривать такое видео? Я понимаю, что там вопрос-ответ, провели какой-то вебинар, я на нем там, ну, хотя бы заработал, знаете. Но так не происходит. А уже если рассматривать это, то оно останется в дальнейшем. Кто-то сделает нарезки из этих видео, кто-то начнет мантры практиковать. Представляете, как много будет людей, ну, во всяком случае, больше ста человек, которые выберут что-то и решат свои вопросы. Даже если у десяти решатся вопросы, то не зря. А что от того, что я ста человеком за эти, за час или за два отвечу на вопрос, там, устроюсь на работу, выйду замуж или нет? Что от этого? Ну, выйдите, не выйдите, какая разница? Что вам сейчас горит? Или устроюсь на работу, не устроюсь. Какая вам разница? Вы не о работе думайте. Ищите в сердце радость. Тогда вокруг вас будет жизнь прекрасная. А вы все-то в суете. Лариса Ткаченко. Дитям легкого навчания, дякую. Дякую за ваши знания, Андрей Андреевич. Сможешь сменить свою судьбу найкрашую с допомогой эзотерики? Да, сможете. А найкраще проявится в виде материального, увеличить его много раз. Давайте продолжать про мантры. Это лучше, чем устраивать гадальный салон. Никому не интересно слушать замуж, что переехать, не переехать. Согласен, да. Ага, смотрите. Когда сейчас закончится данный вебинар, то в описании к данному вебинару я публикую все мантры. Понятно? В описании к данному вебинару я публикую все абсолютно мантры, которые вам дал сегодня во время проведения данного семинара. Но хочу вам сказать. Если вы начнете их практиковать, то обязательно в дальнейшем, для того, чтобы это хорошо работало, меня отблагодарите. Каким образом? Понятия не имею. Самое лучшее это финансово. Не надо там чего-то особенного. Я уже говорил, вас 500 тысяч человек. Если каждый человек взял мантру и после этого заплатил мне по одному доллару, я получу 500 тысяч долларов. Моя жена говорит, где деньги? Ну вот я вас хочу это спросить. С бывшим мужем не общаемся полтора года. Будете снова общаться? Общаться будете, жить вместе не будете. Можете на него давить, он вам будет давать деньги. Совершенно с вами согласна. Вопрос-ответ это важно, хотя сиюминутно. Концептуальные знания лучше. Да, согласен. Спасибо за мантру, Андреевич. Спасибо. Здравствуйте. Как найти друзей? Что не так со мной? Для того, чтобы найти друзей, вам необходимо быть нежмотом. Правда. Собирайте друзей. Начните вот с чего. Собирайте самых близких и кормите их в субботу. Если сделаете так, как я вам говорю, друзей найдете быстро. Только кормите вкусно и не надо много алкоголя. Там винчик какой-нибудь. Пригласите кого-нибудь и пусть эти люди знают, что к вам в субботу можно прийти. Если читать вечером, мантры работают. Мантры, которые я дал, читают всегда. Они работают всегда. Как сделать, чтобы ребенок ложился спать вечером и спал всю ночь спокойно? Нужно давать препарат ГАБА и второй препарат Мелатонин. По одной таблетке один раз в день, вечером. Мне как бежится переезжать, спрашивает Ирина. Переезжать. Встретила человека, важно выйти замуж за него. Да ладно, почему это важно? Важно выходите. Ну, раз вам важно. Я при чем? Как вы задаете вопросы? Вопрос должен как быть? Выйду, не выйду. Важно выйти замуж. И что я должен его сейчас заставить? Подтолкнуть к тому, чтобы он сделал вам предложение. От меня вы что хотите? Чтобы я приворожил его? Что такое с вами? Как переслать из Беларуси? Из Беларуси и России переслать никак. Война идет. Мы воюем сейчас с Российской Федерацией. Я нахожусь на территории Украины. И у нас здесь часть территории нападает на нас Россия. И у нас война из-за этого. Поэтому никак. Пользуйтесь на здоровье. Как защищаться от злых людей? Вот мантру дал там от злых людей. Защищайтесь. Ставьте ритуальную защиту. Пройдите первую ступень школы Кайлас. Надо быть самому добрым. Добрым внутренне. У меня нет злых людей. Никого. Рядом вообще никого из злых людей. Вообще нету. Нигде их не встречаю. Никаким образом никак не проявляется. Где бы я ни был, злых не видел. Почему так появляется, что в моей жизни злых нет, а в вашей есть? Потому что я сам по себе добрый человек. Я нашел в себе силы стать добрым человеком. Эти доброта моя делает все для того, чтобы вокруг меня был мир добрым. Не опасно ли изображение черепа? Нет, не опасно. Открыть бизнес-магазин эзотерики с вашей продукцией. Пожалуйста, открывайте. Возвращаться домой. Возвращаться домой сейчас или позже. Позже возвращайтесь. Ну что, на этом закончим. Будьте здоровы. Подписывайтесь на мой... Переходите на мой сайт. Изучайте мои статьи, мои семинары. И желаю вам...